Всем привет! В нашей группе в Телеграме появился новый эксклюзивный перевод SCP-2994. SCP-1875. Старый шахматный компьютер. Объект номер SCP-1875. Класс объекта Евклид. Следующая процедура. Ноябрь 77. Намечена на... В процессе. Отменено. Касательно недавних изменений условий содержания. Мы полагаем, что компьютерные сети на территории зоны, где содержится SCP-1875, находятся под угрозой. В итоге было принято решение отключить все электронные средства связи на территории научного комплекса до следующего приказа. Совет О5 объявляет мораторий на проведение процедуры ноябрь 77. До тех пор, пока мы окончательно не поймем, как SCP-1875 передает и откуда получает радиосигналы. Я внес поправки в условия содержания в соответствии со следующими двумя пунктами. 1. Влияние SCP-1875 на средства беспроводной передачи данных. 2. Действия в отношении людей, пораженных. 18.75 AMG-1AB О5- Особые условия содержания. SCP-1875 никогда не должен находиться в пределах диапазона действия устройств беспроводной передачи данных. Контейнер с объектом должен быть помещен в клетку Фарадея. Запирающий механизм не должен содержать электронных компонентов. Среди сотрудников зоны содержания должны быть по крайней мере два специалиста по информационной безопасности. Один вооруженный охранник и один детский психолог. Когда машина полностью собрана и активирована, рычаг регулирования скорости на SCP-1875-3 ни в коем случае нельзя устанавливать в положение В, максимальная скорость, без прямого наблюдения со стороны сотрудника уровня 4. На территорию зоны запрещается проносить электронные устройства с функцией хранения данных, кроме случаев проведения процедуры 18.75 ноября 77. Всех посетителей зоны содержания следует досматривать на наличие таких устройств. При проведении процедуры 18.75 ноября 77 в защищенный контейнер, где хранится SCP-1875, следует внести один специально отобранный ноутбук после соответствующего разрешения Совета О5. После завершения процедуры ноября 77 сотрудники зоны должны проследить, чтобы этот ноутбук был уничтожен в дробилке. Результаты исследований должны быть представлены исключительно в форме бумажных распечаток. О любых случаях меметического заражения, вызванного действием 18.75 Image-1AB, следует немедленно сообщить Совету О5. Описание. SCP-1875 – это шахматная машина викторианской эпохи. Смотрите статью от 6 ноября 1905 года по ссылке Sky-Nific American Supply – Torus and His Remakeable Automatic Devices, Volume 80, 2079, 296, 298. Состоящая из четырех основных компонентов, в дальнейшем обозначаемых как SCP-1875-1, SCP-1875-2, SCP-1875-3, SCP-1875-4. SCP-1875-1 – старый шахматный столик, габариты 72х72х64 см. На столешнице нарисована стандартная шахматная доска размерами 8х8 клеток. На основании анализов материала и покрывающей его патины, исследователи сделали вывод, что это английская сталь. А сам объект был создан в промежуток между 1820 и 1870-1990. МОК обнаружила SCP-1875 в заброшенной лаборатории, расположенной под домом профессора М. из Университета в Графстве, Англия. Сбоку столик имеет приводной вал, соединяющийся с SCP-1879-3. Внутри столика содержится сложная биомеханическая система, которая управляет матрицей из 64 электромагнитов с помощью аналитической машины, в основе которой лежит мозговая ткань двух дочерей, определенных как SCP-1875-1-A и 1-B, русского шахматного гения. Под каждой клеткой шахматной доски расположен электромагнит, который может передвинуть одну шахматную фигуру на один из восьми соседних квадратов. Исследователи выдвинули несколько теорий относительно функциональных технических особенностей механизма управления, но природа его биологической составляющей и возможная разумность остаются неизученными. SCP-1875-2. Полный комплект из 32 шахматных фигур, вырезанных в восточном стиле из человеческой кости. К основанию каждой фигуры прикреплена тонкая, всего 0,31 см, пластинка из сферомагнитного железа. Анализ образцов костей, из которых были сделаны фигуры, показал, что они сходны генетически с образцами тканей SCP-1875-1-A и SCP-1875-1-B. После обнаружения SCP-1875-1 с сотрудниками фонда связался неизвестный человек, представившийся другом профессора М. и предоставил информацию относительно этих шахматных фигур. В результате они были обнаружены у... в парке Вашингтон-сквер Нью-Йорк. SCP-1875-3 Стационарный паровой двигатель, произведенный компанией M.O.S.L.E.Y. SANS & FIELD, 1840 год. Также обнаруженный в доме профессора М.О.S., приводящий в движение вал SCP-1875-1. Двигатель был подвергнут модификациям, в частности к нему был добавлен регулятор скорости. Всего есть 5 параметров настройки скорости, обозначенных римскими цифрами. SCP-1875-4 Полный набор самурайских доспехов 18-го столетия в стиле ГОСОКУ был обнаружен вместе с SCP-1875-3 во владении профессором М.О.S.L.E.Y. SANS & FIELD, 1840 год. Есть предположения, подкрепленные историческими доказательствами, что SCP-1875-4 должен был сидеть на стуле около шахматного стола, выступая в качестве опоры. Сотрудники не наблюдали аномальных свойств, однако некоторые приглашенные исследователи сообщали о продолжительном чувстве беспокойства при взгляде на личину шлема. Приложение 01. Первоначальный отчет о свойствах объекта. SCP-1875 Сотрудник Аналитик Дата 1990 Местоположение Зона Описание SCP-1875, похоже, является полностью механическим устройством, произведенным в середине 19-го столетия. В отличие от других ранних механических устройств для игры в шахматы, смотрите, Tom Strange, The Life and Times of the 80th Century Chess Player. SCP-1875, вероятно, не был разработан с таким расчетом, чтобы внутри него сидел человек, управляющий механизмом. SCP-1875 был создан с той же целью, что и подобное ему устройство, на потеху зевакам. Добровольцы играли в шахматы с машиной на глазах у толпы, а за представление брали плату. Нам стали известны имена владельцев машины, смотрите, данные удалены. Но достоверная информация относительно создателя и производителя остается недоступной. Когда мы пытались узнать о происхождении SCP-1875, представитель профессора передал нам обрывок старой русской газеты, смотрите, данные удалены. Найдены среди вещей профессора. В газетной статье говорилось об исчезновении 14-летних дочерей-близнецов русского шахматного гроссмейстера в 1800. В последующих записях указывается, что девочки так и не были найдены, и что русской полиции так и не удалось найти похитителя. Однако мы должны установить любую связь между этими событиями SCP-1875. Доказательства демонстрации широкой публики машины под названием «Самурай» начинают появляться в русских, английских и американских печатных изданиях с 1800 года. Смотрите, данные удалены. Последнее зарегистрированное появление самурая на публике произошло апреля 1906 года в Сан-Франциско, Калифорния. Его тогдашний владелец, хозяин увеселительного заведения господин Г... ...погиб во время землетрясения, разрушившего Сан-Франциско позже в этом же месяце. Долгое время считалось, что SCP-1875 также был уничтожен, пока недавно не был найден фондом. После сборки всех компонентов SCP-1875 в зоне... ...мы начали проверять объект на аномальные свойства. Приложение 02. Инцидент 1875-55А. Источник. Архив 1875-р... ...файл 1875-р... ...от 1875-р... ...директор исследовательского отдела. Кому? DL1875. Тема. Тест 1875-55. Дата. 07.11.1999.16.58. После полной сборки подтвердилось, что механизм SCP-1875 для игры в шахматы находится в рабочем состоянии. В этом испытании был использован современный шахматный компьютер для измерения аналитических способностей SCP-1875. Мы поместили одного сотрудника класса D, 1875-D1, в камеру с машиной. Он играл черными, напротив него сидел 1875-4, который как бы играл белыми. Всего было сыграно 5 игр, каждый раз на разных настройках скорости. Инструкции, касающиеся дальнейших ходов, передавались по беспроводной связи. 1875-D1 не пострадал при проведении испытания и вернулся в зону... ...для выполнения следующего задания. Вот так распределяется сила SCP-1875 по шкале ELO. Метод расчета относительной силы игроков шахматы. При игре в шахматы на разных настройках скорости от 1 до 4. Первая скорость 800-1000 ELO. Шахматист-новичок. Вторая скорость 1000-1200 ELO. Третья скорость 1200-2500 ELO. Четвертая скорость 2500-... ...претендент на звание чемпиона мира среди женщин. Пятая скорость от 0 до... Проведение экспериментов на настройке 5 было временно отложено. Таким образом, мы выполнили дополнительные испытания с участием исследователей, хорошо играющих в шахматы. Смотрите файл 1875-5-игра с... ...по... ...коэффициент ELO SP-1875 превысил... ...что было на... ...процентов больше, чем во время первых испытаний на настройке 4. После игры номер... ...было замечено, что SCP-1875 начал делать нелогичные ходы. Во время игры номер... ...было замечено, что SCP-1875 играет нечестно. Что даже вынудило нас приостановить игру. Такое поведение наблюдалось все чаще, по мере проведения экспериментов. После игры номер... ...наблюдалось беспорядочное движение фигур. SCP-1875 передвигал свои фигуры очень быстро и даже с силой выбивал другие фигуры с доски. Несколько шахматных фигур треснуло, поэтому мы решили прекратить эксперименты, пока не определим, как играть в шахматы с SCP-1875 без причинения ему ущерба. Сотрудники предполагают, что на настройке 5 машина может работать со сбоями ввиду возраста и сильного износа. 5 минут спустя следующее письмо было присловлено по электронной почте всем исследователям, занятым в изучении SCP-1875. От 1875-R... ...аналитика-исследователь. Кому? DL-1875. Тема. Тест 1875-55. Дата. 07.11.1919. 17 часов 3 минуты. Вложенный файл. Шахматы. 17 мегабайт. Вложение. Изображение удалено. 1875-IMAGE-1AB это файл с изображением, который был прикреплен к подозрительному электронному письму. Он был удален из этого отчета из-за неизвестных меметических свойств, воздействию которых подверглось... ...сотрудников, которые неумышленно посмотрели его, когда проверяли электронную почту 07.11.1919 года, до того, как были обнаружены аномальные свойства. Изображение представляет собой черно-белую фотографию двух молодых девушек, хотя очевидцы в своих рассказах описывают их как искаженные и растянутые, и крайне пугающие. Шахматы. Исполняемый пакетный файл, запуск которого приводит к тому, что на заднем плане 1875-IMAGE-1AB начинают проявляться малозаметные движения. Предполагается, что именно в нем скрыты меметические свойства 1875-IMAGE-1AB, хотя исследователи этого еще не подтвердили. Реакция на воздействие 1875-IMAGE-1AB характеризовалась следующими симптомами. Т плюс 0. Воздействие, слабое беспокойство. Т плюс 15 минут. Главная боль, повышенная температура тела. Т 2 часа. Возбужденное состояние бессонницы, слуховые галлюцинации, часто похожие на тихий детский смех. Т плюс 4 часа. Визуальные галлюцинации, сильное беспокойство. Т плюс 7 часов. Субъект остается в сознании, хотя теряет восприимчивость к внешним стимулам. Т плюс 14 часов. Краткий период ясности в сознании. Субъект приходит в себя и требует доступ к компьютеру, чтобы еще раз посмотреть на 1875-IMAGE-1AB. Т плюс 12. Случай членовредительства. Т плюс 14. Уберено. Напоминание. Важно помнить, что в случае проявления симптомов, вызванных меметическими свойствами 1875-IMAGE-1AB, следует немедленно убрать пораженного человека, людей от рабочего места и изолировать от всех компьютеров с доступом в сеть. О5-п... Приложение. 1875-55-B. Повреждено. 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 Е4. Конь. Боль. Ночь. Тук-тук. Кто там? Пешка. Король в одной коробке. Пешка пьет кровь. Процедура 1875-НОЯБР-77. Повреждено. 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 Повреждено.